Как условия содержания? Могу цитировать дословно, что у меня отрывок от оповещания, которое пришло ко мне. Арсен Эдуардович, мы, азербайджанская сторона, отправили официальный запрос через международные группы в Армению, чтобы обменять всех пленников и заложников по принципу всех на всех. Но, к сожалению, армянская сторона в армии, которой вы служили, относится равнодушно к вашей судьбе. И это при том, что я два с половиной года своей жизни отдал за Карабахские земли, где меня в любой момент могли бы тот же самый по военному языку враг, противник, мог меня убить. При том, армянская сторона меня сама хотела осудить, как преступника, за отгул, так как я больше не хотел служить. Мне много что стало ясно. Да, я писал, официально я писал министру обороны Республики Армения. Тогда был Сырьян Уганян. Я ему написал, говорю, я готов возвести те деньги, вернуть те деньги, которые вы тратили на меня, на мою учебу, образование. Я готов вернуть. Отказ поступил официально. Нет, мы не намерены вас увольнять. Вы будете служить до конца. То есть еще два с половиной года. Поэтому я начал самовольничать, отгуливаться от службы. Я открыть не хочу больше на эту тему информацию давать. Но многое что изменилось, поэтому я не хотел слушать. Но, как человек, я на себя говорю, который варится в этой каше, в куше этой каше, очень хорошо понимаю, что испытывают азербайджанцы, граждане Азербайджана, Дильгем Аскеров, Шахпаз Гульев и тот солдат Эльнур Хусейн, задаю, если не ошибаюсь, что они испытывают. Те муки, те страдания, которые я испытывал здесь, не знаю, больше, меньше, но они точно испытывают это. То, что я четыре года здесь сижу, без месеца четыре года, ни разу не виделся с моими родными, с мамой. Они тоже не виделись с своими женами, детьми, своими матерями. Это я понимаю, что трудно. Вы знаете, какая психологическая стресс? Когда приносят в ноутбук, говорят, давай, у вас есть пять минут. Говорите. Еще ждешь три месяца, говоришь, здравствуй, мам. Через три месяца, оттуда мама тебе должна сказать, здравствуй, сынок. Вы понимаете, это какой стресс? И морально, и психологически, и физически. Если Армения, как говорит, я гражданин, то армянская сторона должна была дать положительный ответ на азербайджанский запрос. Потому что другие родились в территории Армении, а я в территории Карабаха. Бывшие НКО, столицы бывшего НКО Степанакет. Сейчас, как называют, Ханкинди. Там родился. Вы понимаете? А там я, не только я, мои поколения идут на службу. Потом кто умрет, умрет, да. Одним и еще одним больше. Какая разница для них. Для Армении Карабахцы никто. Для Армян своих... Армения хотят спасти своих, но никак не Карабахских. Так как мы для них Ищаки Карабахские. Вы понимаете? А так Я даже не понимаю 25 лет Зачем им нужна эта территория. Но не будем об этом. Как мне известно, с 2016 года Азербайджанская сторона отправляет запросы. Уже многократно и отправил. Тогда, что президент, потом премьер-министр, который свернули, Серж Сарксян Самбатович. Он криминальный авторитет, вор в законе. Вы понимаете? А с вором в законе дипломатическим языком говорить очень трудно. С ними надо не литературным языком разговаривать. Чтобы он понял. Знаете, как говорится, попытка не пытка. Поэтому надо попробовать. Почему я в 2016 году не делал это объясню? Потому что сэр Сарксян и его команда, как азербайджанская сторона любит называть, карабахский клан. Воры в законе. Многие из них. Из-за этого я терпеливо ждал. Как говорится, тюрьма требует терпения. Поэтому я терпеливо ждал. И сейчас узнав, что Сержи Сарксяна и его команду свернули с поста, решил обратиться к компетентным органам, чтобы они посодействовали и пригласили сюда представителей СМИ. Чтобы я мог свое слово сказать, обратиться к Пашняну с просьбой, чтобы наконец-то хватит да уже мучить людей. Люди же, мы же тоже люди, вы же тоже люди, что бессовестные сидите там. Если так взять, азербайджанская сторона не должна была запрос давать. Зачем азербайджанской стороне запрос давать? Я же враг для Азербайджана. Такие же, как сидят другие армянские пленники здесь. Так, я же враг, тот самый враг, который говорили 20 с чем-то лет. Меня хочет вытащить отсюда. Говорят, давайте, да, вы же люди, давайте, да, отпустим людей. Пусть у них тоже есть родители. А где? Где гуманность Армении? Азербайджанская сторона, которой 20 с лишним лет сказали негуманная страна, агрессор. Азербайджанская сторона же проявляет гуманность к моей личности. А где гуманность армянской стороны? Пожалуйста, кто может мне объяснить? Где их гуманность? Я бы хотел только передать то, что если Николь Пашиньян, его супруга, Анна Акопьян, и правда заботится о своем народе, то пусть они там освобождают азербайджанцев, а Азербайджан в свою очередь освобождает нас, чтобы мы могли выйти кто где хочет. Встретились с нашими родными близкими, а армянскому народу призываю требовать от властей, чтобы наконец пришли к общему консенсусу и освободили нас. Пусть делают митинги из-за этого от имени народа требуют от властей, чтобы они освободили мучающихся азербайджанцев там, которые гниют в тюрьмах, как мы здесь гнием. То, что касается именно этого интервью, могу сказать, я все сам говорю, и мне никто не пытал, можете камеру поворачивать, чтобы там видно было стены, там никакого листа нету. Видите, даже я в стену не смотрю. Смотрю, если бы вопрос задали вас и на того господина. Кто вопрос задает, я прямо в глаза того же человека смотрю. И я под диктовку ничего не говорю. Ну, посмотрим, да, что получится. По словам Николи Пашиняна, они гуманные люди. А так Анна Акупиан граждан России собрала, отвела в Карабах. Что вот видите оскорбляет этим, что вот Азербайджан агрессор, как здесь спокойно живут. И что это дает? Рекламу себе делают, пиар делают. А то, что мы здесь страдаем, это не касается. Нет, я не верю, что Пашинян или его супруга гуманные люди. Если были бы гуманными, то хорошо подойдем до середины декабря, если он и вправе сядет на пост. Хотя в чем я уверен, что сядет обязательно. очистил себе дорогу уже. Армянские солдаты, армянские матери отправляют своих детей на реальную смерть. Кричат, говорят, мы не хотим, что наши дети в Карабахе умерли. Так? То я же тоже армянин, кроме меня еще же армяне есть. А почему за них не кричат? Потому что Карабах их не нужен. Еще раз повторяю, Карабах им не нужен. Из Карабах не знают, что нужен. Знаете, что нужно им? Золото. Вот что. Природные ресурсы, туризм. Вот что нужно. Сказать, как есть? Какого черта они начали эту кашу. Жили же спокойно. Вот что говорят. Карабахский народ, армяне с азербайджанцами. Из Армении начали азербайджанцев выгнать, из азербайджан армян выгнать. Так и началась Карабаха война. То, что я от карабахского народа слышал, то и говорю. Ничего не переувеличиваю и ничего не скрываю. кому нужно было. Жили да спокойно. Со стальной здоровьем не проблем нет здоровьем. Четыре года, слава Богу, ни разу не болел. Я бы хотел попросить, если они и в правде гуманной власть, то отпустите там азербайджанцев, чтобы азербайджан здесь отпустил нас. Хватит уже мучиться. Хватит мучить народ. Что мы вас делали? Почему вы должны сидеть на кресле хорошо кушать, сладко спать, а мы должны здесь страдать? Вы выходите и там встречаетесь нормально, а мы народ становимся врагами. Почему молодежь должна за ваши грехи ответить? почему я должен сидеть в тюрьме за то, что не делал, а за то, что многие из вас сделали? За ваше преступление я несу наказание. Вот что имейте ввиду. И поэтому, если вы и правда справедливы, хотите, чтобы вас торжествовало, отпустите людей. Все, больше мне нечего сказать. Продолжение следует...